Вот это вот нижнее озеро. Сейчас вот пойдем с нижнего озера на верхнее. Поднимаемся на верхнее озеро. Здесь уже дорога такая более крутая и более дикая, так сказать. Когда поднимались на нижнее озеро, дождя не было. Чуть-чуть капал. Сейчас вот стали подниматься на верхнее, и уже дождик пошел посильнее. Вон оно, нижнее озеро. И сейчас вот куда-то идем туда наверх. Сейчас прошли примерно полпути. Вот это вот нижнее озеро. И вот так идем, идем, идем. Тут уже очень такая каменистая рельеф. Очень такой, много камней. Вот идем куда-то туда, вроде бы. Там будет верхнее озеро. Сейчас прошли вот оттуда. Нижнее озеро. И вот дошли до первого, так сказать, ледника, или как это? Снег, короче, лед лежит. Вот еще где-то, наверное, минут 20. Еще прошли. И теперь вот остается 200 метров. Вот как я понимаю, вот здесь будет уже вот озеро через 200 метров. Но вся дорога вот по таким камням. И вот сейчас пошел град. Дождь и град в перемешку. То есть обязательно надо брать какие-то дождевики. И обязательно одежду теплую, потому что прохладно. Скалы уже здесь такие прям интересные. Ну, вообще цвет другой. Видимо, состав гор другой. Лед лежит. И дороги здесь особо уже нет. Здесь только, скажем так, направление есть. Вот идешь, идешь вдоль как бы. То есть сыпуха. Аккуратно надо идти. Ногу он ставить надежно, прям плотно. Ну вот, добрались до этого верхнего озера. Вот оно таким размером. Если посмотреть, оно как бы типа двойное такое. А вот здесь уже ледники. И цвет у него, ну, в общем, оно непрозрачное. Ну, может быть, оно в это время непрозрачное. Я не знаю. Оно прям такое, как белое, что ли, не знаю. Извись, наверное, тут. Ну, вон видно даже. Вон видно, как вода вот так стекает по нему. Вон видно аж эти такие, как русло, что ли. Ну, интересно, конечно. Ну, нижнее озеро, конечно, красивее, чем это. Сейчас сильный ветер дует. Поэтому не знаю, слышно, не слышно. Но как слышно, так и так уже получится. В общем, впечатление такое. Здесь очень уже прохладно. Это сейчас лето. Сейчас какое-то 15-14 июля. Ветер прям холодный дует. То есть сюда в футболки уже ходить не стоит. Надо одеваться нормально. Дождевик. Ну, тут видно, что тут снег лежит. Здесь холодно. Ну, вот такое озеро. В общем, вокруг камни. Растительности мало. Это какие-то, не знаю, елки, что ли, ели. То есть тут уже климат суровый. Поэтому здесь только выживают елки. Вот, там тоже ледники, 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 ледники. Небо. Дождик будет периодически. В общем, ну, интересно, конечно. Разок можно сходить. Но физическую подготовку надо иметь хорошую. Потому что это непросто. Стоили мы на верхнее озеро. Ну, я скажу, что вот мне лично больше понравилось, конечно, нижнее озеро. Оно более красивое, прозрачная вода. Вокруг зелень, как бы. Ну, вот посмотрите еще раз, да. Вот это нижнее озеро. Цвет воды красивый, прозрачный. Там цветочки зеленые. Все там птички поют. Тогда, как на вот этим верхнем озере туда подниматься где-то 2 часа и где-то спускаться 1,5 часа. Ну, там, ну, как вы вот видели, уже там каменистое все. И озеро непрозрачное. И очень холодно, ветер. То есть, один раз можно сходить, но я бы, например, лично, например, я бы лично больше одного раза туда уже не ходил. Вот это очень любители такого экстремала, скажем так. Это летом, я говорю. Зимой там вообще, ну, зимой нету, невозможно вообще. Ну, все. Сейчас еще спускаться где-то часа 4, наверное, будем.